карбюратор я поставил переделал шланг у него толстый был такой тоненький шланг не как дефицитный не знаю где искать если только автомобильных магазинов машины были и мои умения пригодились и вот помню москвич делали 40 мотор перебирали и все прокладки там все я вырезал с руками так ну что попробуем так на дурачка не свечку ничего я не выкручивал я попробую ну чё испытаем коня после долгого простоя не едешь отдыхаешь выгружай будем смотреть что-то 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 до смерть короче ездил сейчас за дочкой и забрал посылку с дек в общем один мужичок мне с москвы прислал на ремонт двигатель от мотоблока subaru subaru x17 коса очень удобная в разборке очень удобно вот так откручивается крышка двумя болтами сначала откручивается вверх о система джоппер первый раз такой мотор разбираю привет други мои сегодня на работу не пошел туда дня работал вчера до 7 и вчера я с ранее ходил так сегодня у нас план до собрать хонду собрать у макс дельта зодиак и коса есть коса принесли там солидный дядька на посмотреть и вот этот синий синий стоит уже давно этот скутер я такого я брался по делать но здесь мотор который я в глаза не видел никогда и мне просто интересно что это такое это китайский двухтактный скутер мне сказали ну лет 13 что ли надо его посмотреть потому что там бабка бабка 83 года она говорит делайте мне мопед а то лето кончится я не успею покататься такие вот бабки так что работаем по плану надеюсь на работу не выдернут фонда а макс пила коса синенький ну синенький наверно сегодня не успею ладно начнем так ну что карбюратор я поставил переделал шланг у него толстый этот был такой тоненький шланг не как дефицит на и не знаю где искать если только автомобильных магазинов это кусочки я добавил кусочки спирс косы с бака туда кусочек поставил на него толстый шланг одел и сюда кусочек поставил у него надел толстый шланг долго ждал пока этот толстый шланг наполнится маслом вот покрутил повертел вроде бы настроил но не уверен а 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 t а а а а а пока горячий все хорошо сейчас я оставлю в сторону пускай постоит и посмотрим как он поведет себя холодным я думаю что это не последняя настройка вот идет у себя не очень понятно но лучше стал конечно сейчас постоит одену воздухом и посмотрим заведется он холодный или нет посмотрим что из этого получится приезжаю вчера домой кроя гараж скачу загнать машину смотрю стоит мопед таракан какой-то вот же мопед такой стоит выражение понятно оказывается мой мало и выключила это мой мопед стоял не знаю сколько гост или два там сарае решил покататься вытащили не заводится конечно не заводится на 2 года стоял ну вот то точно ладно делаем а макс еще ребята сейчас соберем клапанок который он вытянул посмотрим на пролив и будем ставить головки так ставим колпачок на место маслосъемный ничего ему нет он мягкий ставим клапан он чтоб не было мусора он подумал что масло жрет ну дымить стал из-за маслосъемного колпачка ну а получилось что надо просто поменять поршневую чего подложить ставим пружинку ставим вторую пружинку ставим сюда шухарики это вот так берем резинку резинки нет толковый нашел такую с пыльника направляющей суппорта опа почти почти сейчас еще на нем вот с резинкой очень удобно без нее в этом месте это я где-то посмотрел без резинки ну просто такое неудобное место просто тут ну никак сейчас нальем бензинчик у посмотрим по клапанам так вот тут все прекрасно пускной держит который только что ставили сейчас посмотрим выпускной такая система все нигде бензин не течет собираем все будет работать прекрасно под настроем клапанишки и будем собирать палец ставим резьбой наружу вот так чтобы потом можно было вытянуть надо лизеек купить таких как-то в городе находишься все время про них забывает здесь тоже поскоблить надо прокладки видно заводские завода приклеившую очень хорошо вот раньше никаких прокладок не было ни на мопеда ни на машину резали все картона сажали на краску и мне даже когда я был на поселении пригодился опыт мой мотоциклетный вот там у нас так скажем начальники не был машины были и мои умения пригодились и вот помню москвич делали 40 мотор перебирали и все прокладки там а я вырезал руками как бы умение мои пригодились так что уметь вырезать прокладки жизни может пригодится но сейчас разбаловали сейчас только заказал набор поставил заказал набор поставил чё зря может это конечно и хорошо но так люди ничему не научатся но другой стороны сейчас такое время что приучен делать все в сервисах ничего самому делать не надо отдал заплатил сделали раньше конечно такого не было не знаю хорошо это или плохо может хорошо но другой стороны не развивается так сказать соображал к и в трудных как сказать моментах человек просто ростки разведет руками скажут сервиса нет все прокладки в магазине нет я не никуда не уеду машина будет стоять и придется искать такого пиндоса как я который возьмет и вырежет с любой картонки оторвав ее от стенки прокладку прикрутить нужный узел и машина благополучно поедет или мотоцикл так что ребята прокладки это хорошо но надо бы как бы и набивать руку чтобы был опыт по вырезанию прокладок пускай он никогда не пригодится но ты будешь знать что ты это можешь еще отскоблить две крышки и будем собирать так ну что ставим новую прокладку накручиваем сразу так клапана делаю чисто интуитивно чтобы не болталась ну и не было зажат так с головкой все прокладки у нас новые есть даже кольца стоят на поршне уже не надо ставить сейчас поставим поршень так ну что ставим цилиндр маслом я везде помазал маслом мазать обязательно торопиться не надо делаем все аккуратно все должно заходить легко и свободно без каких-либо усилий ставим ролик этот не знаю как он правильно называется затягиваем крепко ну ах я забыл забыл кольцо под цилиндр я ставим колечко туда раз вот так вот теперь цилиндр можно прикручивать опа прокладка какая-то странная вот эта дырка маленькая сюда ставит получается суда вот как на низ здесь должно быть большое кольцо с такой прокладки только вот на низ как на низ или ставить старая старую прокладку колечко втулочка центровочки хоп хоп прокладинка прокладинка и колечко сюда но маленькая новенькую прокладку длинным концом вниз и крышку длинным вниз медную прокладку на масляный канал левый снизу и простые три шайбы гаечки и закручиваем крепко но нежность вот так вот здесь . на чертку это проворачивается вот так а там ты закручиваем болты крышечку зубчиком сюда болтик шайбочкой раз затягиваем крышку тоже крепко но нежно чтоб не сломать а то она очень легко ломается все ребята сейчас я поставлю карбюратор глушитель и будем заводить так ребята непредвиденные расходы пришлось поменять шланг и бензиновый фильтр потому что все рассохлась и развалилась еще вдобавок нет ключа зажигания придется отстегнуть один провод от коммутатора я отстегну сейчас провод глушилки вот это черно-белый поставлю аккумутатор на место и будем пробовать заводить а потом уже мы с ним разберемся с ключом я думаю ключ он привезет так ну что попробуем так ну дурачка ни свечку ничего я не выкручивал я попробую пол тк сейчас подкрутим холостого ему где-то подсос воздуха он сам газует сам газует ох 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 на п进 пуха на пухле Будем усказать, где-то сошёт мимо. Так, страшно неудобная система. Вот эта вот карбюраторная. В общем, было мокро и здесь. И здесь такое ощущение, что вот эти кольца, они от времени так сжались, что даже вот оно что есть, что его нет. Маленько-маленько. Оно даже не уступает нисколько. И здесь так же. Я сейчас сюда поставлю, наверное, прокладки. И сюда новую. Всё это дело затянул. Потому что я думаю и отсюда, и отсюда дуло. Так, ну что, прокладочки я вырезал. Сейчас мы всё это дело посадим на герметик, чтобы там не лазил никто. вот так, чтобы точно не было никакого подсоса. Может, это и перебор, конечно. Но поскольку нет колец, будем делать так. Так, ребята, я прикрутил. Герметик выдавило. И сюда, ну сюда я там чисто намазал, чтобы видеть, прижимается или нет. Герметик выдавило. Герметик выдавило. Вот. Ну вот этот болт, скажу я вам, это надо быть акробатом, чтобы его закрутить. Настолько он неудобный. Ну что, пробуем. Воспработный, вы PETER- population irrelait. ПОДПАДСАНИСМЕНТЫ Герметик выдавило. ПОДПАДИСМЕНТЫ Горюшечку затручим. Горюшечку затручим. Горюшечку затручим. Горюшечку затручим. Что и требовалось доказать. Подсос воздуха. Когда начинает сам газовать, где-то подсос воздуха. Подсос я убрал. И что заработало. Сейчас я посмотрю уровень масла и дам ему поработать. Потому что при нагреве начинает выгорать глушак. И кажется, что он дымит. А это просто с глушака выгорают пары масла. Даже не масло, а больше пара. Запах не масляный. Сейчас проверю масло. Так, масло там в волю. Нравится мне вот эти вот 50-кубовики. Так они... Легенсно так работает. Пусть по тарактик. Прикатается. Так, ну что, с Амаксом все. Попробуй с Хонду. Заведется ли не. Заводится, все хорошо. Но на холодную не держит холостой. Нагреется будет. Надо еще с ней поколдовать. Ну что, испытаем коня после долгого простоя? Сейчас попробуем. Насколько приятный мопед. О, не едешь, отдыхаешь просто. Водоскриптовых. О, не едешь, отдыхаешь просто. О, не едешь. Вот. Домашки. Ситуация. Насколько приятного. Водоскриптовых. Насколько приятного. Открылых. Открылых. Продолжение следует... Как-то даешь больше газу, как бензина не хватает. Настолько приятный мопед, вот настолько спокойный. Вот на нем в магазин ездить куда-нибудь по делам, ну вот милое дело. Такой он ласковый. Субтитры сделал DimaTorzok Настолько он ласковый, этот мопед. Ну, не знаю, вот чисто для души. Сел, тр-р-р, поехал, 50-60. Ну так он ласково едет. Видно, что новый. Настолько спокойно. Ладно, с этим пока все. О! Еще одного привезли к коллегу. Выгружай! Будем смотреть, что там. Что там? Что там? Алло. Да, смерть. Фашистским оккупантам. Короче, Олеж, я не спешу. Вот этот карбюратор я заклеил. Но он может там, вообще, полный алис. Где я заклеил? Ну вот здесь я заклеил, вот здесь. Ага. Ну туда. Только здесь почему-то он не вышел. А здесь заклеил. Ну ладно. И он что-то не подходит. Парами нужно ударить молотком или кувалдой. Хорошо, ударим. Тогда ударим. Или там вот что-то бензином попахивает что-то. И вот здесь постукивает что-то как-то. И вот здесь. По колесу бил. Мотоцикл. Парами моргал. Не вылагает. Я сам выгружу. Давай. Где что-то отдохнешь. Там, Олеж, если какой болтик не хватает, с тех движков снимешь. Вот так вот. О! Что, конь? Конь! Камера-то торчит с колеса. Да? Сотерево сзади. Ну кинь тут, я потом определю. Значит, Олеж, главный лудей, смотри. Вот здесь вот, вот эту штучку я выкрутил. Блестящую, блестящую отсюда выкрутил. И масла там нет. У тебя есть масло? Водяга. Найдем. Отработка. Есть? По-ебоннику. Самое лучшее нальем. Ну, еба не отработки какой-нибудь. Вот он упирается вот сюда, вот, карбюратором. Мотор не отсюда. Карбюратор не отсюда. А мы что-нибудь уже берем? Ну, Олеж, я считаю. Ладно. Да? Да. Так, ну что, еще калека. И не откажешь, ведь, друган. Я его знаю еще с мотоциклов с 90-х годов. Ладно, разберемся и с этим потом. В общем, поменял, поменял фильтр топливный старый поставил. И свечку поменял. И все, дергаться перестал. 60 едет. Спокойно. Ладно, все, с этим все. Хонда. Хонда у меня. Хонда я поменял. Поставил я назад тот электроклапан, который больше закрывает бензин. Вот. Стал как бы вот Работать на холостых, когда вот постоит. А то с тем Заводник постоит и все, на холостых не заводится, не работает. А сейчас нормально. Мне теперь проверить его с утра. Проверить его с утра, как он заведется. И тогда можно собирать будет. Если все прекрасно с утра заведется. Все. Значит, мопед нормально. Так, с этим, в общем, разобрался. Сейчас надо сделать мужику косу. Сделать мужику косу. И разбирать синий. Ну, синий уже вечером. Надо будет сейчас за мелко ехать в садик. Сейчас сделаем косу. Короче, ездил сейчас за дочкой. И забрал посылку с ДЭК. В общем, один мужичок мне с Москвы прислал на ремонт двигатель от мотоблока Субару. Субару X17. По-моему, так. Буду делать и ему справлять. Первое, так сказать. Первый ремонт онлайн. Не онлайн, а по пересылке. Три тысячи он отдал за доставку с ДЭКом сюда, ее с Москвы. И три тысячи, наверное, обратно будет стоить. Ну, это потом, в следующем видео. Будем распаковывать, смотреть. Смотреть, что сломалось. И чинить. Еще пришли кожух, резинки и ручки на Минск. На Минск. Коса Хуфларна 235А. Ей, наверное, 500 лет. Эту косу привозил мне мужичок один в том году. В ней была пробита катушка. Она заводилась. Маленько покосишь, раз, заглохла. Подрочишь, подрочишь ее. Полежит. Завелась опять нормально. Поработает минуту, хоп, опять заглохла. В общем, купил он катушку новую. Уже на этот сезон. Кто-то ему ее поставил. Но она не заводится. Сейчас разберем, посмотрим, что у тебя не так. Коса очень удобная в разборке. Очень удобно. Вот так откручивается крышка двумя болтами. Сначала откручивается вверх. Да тут можно и так, и так. Все настолько сделано доступно. Шедевр просто инженерии. И вот, пожалуйста, куда хочешь долезь. По катушке я вижу только один нюанс. Она цепает магнит. Вот. Надо. Сейчас ее отрегулируем. И посмотрим, что получится. Ну что, ребята, стал затягивать. А болтик сорван. Надо колхозить какой-то другой болт. Так, попробуем мы поглубже прорезать резьбу. И взять подлиннее болтик. Так, 3-3. 3-3. 3-3 пойдет. Так. ВДшечки. Так. Хорошо. Болтик сейчас попробуем вкрутить. Длинненький. Ну, я думаю, пойдет. Что мне не нравится, что вот этот провод пережимает цилиндром. Вот. Он, наверное, тут и пробивает у него. Говорит, то работает, то не работает. И провод на эту сторону выгнат. Такое ощущение, что катушка не на ту сторону. Вот она вот так стояла. И провод тупо пережат. Конечно, она не будет работать. Потому что катушка не та. Не на ту сторону. И она будет пробивать. Так. Вот так я ее подпилил. Вот. Зато болту с орум, что видно, живодалом тянули ее. И вот так его выведу, провод. Вот так он уже не будет пережат. Только вот здесь вот почти насквозь он передавлен. Вот она в чем беда. Зеркальная катушка не от этой пилы, не от этой косы. Ну что, должно все работать. Сейчас поставим стартер. И попробуем. Не хуже. Короче, ребята, с косой я так понял, что катушка не стоит не та. Катушка стоит от Хусварной 235. А здесь должна быть катушка от Хусварной 235Р. 235Р у нее провод выходит вот отсюда. А глушилка вот здесь стоит. Вот. И, видимо, в чем-то есть разница. Она как бы на маленьких оборотах она искра есть. А когда начинает раскручиваться, искра пропадает. Что-то не так. Что-то в этой катушке она должна стоять, видимо, наоборот. Или с другой стороны. И там как-то, я не знаю, может, какой-то другой магнит. Не знаю. Но вот факт, что она вот не работает. нужно покупать другую катушку, вставить и она заводится на холостых. Тыдыдын! Тыдыдын! И как только обороты развиваются, все, она искра пропадает. Опять на холостых. Тыдын! И все. Вот. такие дела с косой знать все буду звонить пускай они ищут катушку сейчас загоню синего собака потрепала мой мопед б honda повалила оторвало провода пока ездил что морда получил трубой три раза по горбу сейчас проверим honda опять ну сколько я не подходил заводится хорошо смотрим даже глохнуть не хочет пробуем завтра с утра если заводится все собираем отдаем так ну что у нас у нас синий остался синий сейчас мы разберем посмотрим что к чему определим почему не работает там шанс водилку варить и все и так это опять целый день сегодня синеньком надо варить заводилку водилка отломан стартер здесь не работает водилка отломан напрочь если варить сгорит сальник надо снимать наращивать вал собирать и тогда будет заводилка держаться так варить тут надо наваривать 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 чтобы заварить но это все дело не крепкая надо делать хорошо надо снимать фаску здесь приваривать кусочек арматуринке тоже фаску снимать надевать наверх и тогда уже обваривать а так все это фигня что за мотор этот я не знаю по моему там масло залит у м.с. вот там слювная пробочка и вот сейчас я попробую слить масло все он там есть так это я так понимаю стоит масляный насос такая система была на корейцев и похож он на корейцы не знаю говорят что китаец но скорее всего он корейский сливаем масло масло слилось не все так это тоже должно сниматься вот так теперь наверно она снимется крышка о система джоппер первый раз такой мотор разбирают они уже вымерли но внутри как бы все такое все четко стартер почему-то сказали он горевший не работает так ну что сейчас мы разберем крышку 7 вал крышку поставим на место пока прикроем масло слилось не все надо было морду задирать ну да бог с ним сольем остатки одольем уже вот такая вот система интересная ну она простая на самом деле дисциплине нет тут только грузы и газу дал и поехал как в пиле простая надежная единственное неудобство масло вот следующие поколение сделали уже с ремнем сухо и хорошо ладно все разбираем крышку так ну что сейчас разберем крышку и все на сегодня у нас лимит работ закончен уже завтра мы крышечку эту мы вал заварим наварим и уже будем пробовать заводить и смотреть чего да как а то даже его запустить нечем так и вот так на ну и все ребята на сегодня хватит уже часов девять на сейчас поеду за своими в парк и пойду делать видео а завтра будем трепать синего попробуем honda как заводится и будем трепать синего если никаких дел не будет он ну на этом и все на м маленько разгребают долги надо разгонять мопеды разгонять и новых не брать все до следующих 3